Мы мечтали не один год о том, чтобы нам сделали манеж, потому что когда непогода, нашим детям негде было тренироваться, поэтому эта идея у нас шла с 2016 года. В открытом акционерном обществе «Родонежское событие» в конно-спортивной школе, которая под патронажем сельхозпредприятия, открыли манеж. У нас не одна спортивная школа, у нас их три школы в Кобрине, но это изюминка, я считаю, не только Кобринщина, но и целом Брещина. Оно все сегодня хлопотное и недешево, но это сегодня плюс и для нас, и для страны. Это большие инвестиции в будущее. Все, что укладывается в развитие детского спорта, физкультуры, это огромнейшие инвестиции в будущее. И их никакими деньгами не оценишь. Тем более, что дети занимаются охотно, с радостью. Счастье, радость. Морально легче становится, когда приезжаешь, ты вместе с животными контактируешь. Я всегда очень мечтала научиться ездить верхом и хотела всегда связаться с этим жизнью. Они как будто любят человека, лошади. Инвестиции в будущее конно-спортивная школа первичной профсоюзной организации открытого акционерного общества Родонежское Кобринского района. Если вы действительно любите своих детей, то с малых лет введите их в бассейн, налет на футбольное поле. Спортзал просто на природу. Пусть занимаются спортом. Это один из главных факторов воспитания. Залог того, что они не будут отданы улице, не станут болезненными и хилыми, а вырастут крепкими людьми и достойными гражданами нашей страны. Именно ради этого вложены и вкладываются огромные средства в повсеместное строительство разнообразных спортивных объектов, которые доступны для людей всех возрастов. Спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого ребенка, начиная с детского сада. Точка зрения главы нашего государства, которые находят воплощение в работе учебно-спортивных учреждений страны. Одно из них – детско-юношеская спортивная школа первичной профсоюзной организации Открытого акционерного общества Родонежское Кобринского района. Удивительно красивые, сильные и одновременно грациозные животные – лошади. Во многих культурах они символизируют власть, плодородие, динамичную силу, мудрость, высокий интеллект, скорость, проворство. Именно они сыграли ключевую роль в преобразовании мира, эволюции человечества и только этим уже заслуживают уважения. В детско-юношеской спортивной школе, что в открытом акционерном обществе Родонежское, рассказывают, лошадей в здешних местах не просто любили, а действительно уважали, берегли и разводили. По сути, таким образом и создавалась база для нынешнего учебно-спортивного учреждения. Вы знаете, что в нашей стране самое огромное внимание и главой государства уделяется развитию физкультуры, спорта. В чем значимость, здесь одним словом переоценить невозможно, то, что делается для ребят. Ребенок воспитывается возле животного и занимается спортом. Это очень важно. А лошадь – это такое животное, которое очень чувствует эту ласку детей, подходы. Два повода привели сегодня профсоюзного лидера белорусских аграриев в Родонежское. Это встреча с хлеборобами и участие в знаменательном для спортивного учреждения событии – открытие крытого конно-спортивного манежа. А это означает, что у детей появилась возможность заниматься спортом круглый год, независимо от погоды. И, кстати, идея создания крытого манежа Василию Михайловичу и принадлежит. Мы мечтали не один год о том, чтобы нам сделали манеж, потому что когда непогода, нашим детям негде было тренироваться. Поэтому эта идея у нас шла с 2016 года. Спасибо всем, кто был задействован, кто участвовал в этом. Мы сегодня вместе уже и республиканским профсоюзом Василием Михайлович, инициатор, здесь местная школа, областной профсоюз, мы определили, что в этой школе быть. И совместными усилиями они оказали помощь в закупке материалов, награждения, на какие-то другие уже связанные с манежем стройматериалы. Сделали проект. И вот в течение, скажем так, года реализовали это. Каждый внес в благое дело свою лепту, отмечает, выступая перед участниками торжества, председатель Кубинского райисполкома Александр Пачко, вручает денежный сертификат на нуждой школы. То, что аграрии содействуют здоровому образу жизни, участвуют во взращивании здоровой нации, дорогого стоит, отмечает, как профсоюзный лидер аграриев Василий Хватик. Тем более, что вы знаете трепетное отношение к спорту главы государства. Василий Михайлович передает школе комплекты спортивной одежды. Важность воспитания любви к окружающему миру и их животным особенно, отмечает директор открытого акционерного общества «Родонежская» Владислав Балабушка. «Конная школа для хозяйства» – производственное подразделение наравне с остальными, но в своеобразном формате. Сегодня этот производственный участок, он по-другому сегодня стоит у нас. Это, скажем так, наше отдельное внимание этому. Здесь развиваются, учатся дети. Наверное, это отдельный вид спорта такой, чтобы дружить с животными, любить их, уважать и чтобы они были, отмечались взаимностью. С важным событием детей и работников школы поздравил Валерий Андреевич, тренер молодежной волейбольной команды «Факел» из нового «Уренкоя», которая регулярно тренируется в Кобине с 2015 года. «Ездим с 2015 года. Почему? Нам очень нравится. У вас, в первую очередь, ваша душевность, ваша человечность. Все как дома, все как дома. Большое вам спасибо за это все. Очень много людей, которые помогают нам, организовывают наш этот процесс. Ну, организация практически во всем, ну, на высшем уровне». И снова подарки, в том числе символический мяч, который принес победу команде в одной из игр. После части приветственной официальное открытие манежа. И показательное выступление. «Мне здесь очень нравится. Я вообще вот с самого детства всегда ходила по парку, увидела лошадей, мне это так всегда нравилось. Я всегда очень мечтала научиться ездить верхом и хотела всегда связаться с этим жизнью. Мечта сбылась. Для меня это как отдых. Я вот со школы приезжаю, мне вот каждый раз хочется на конюшню, потому что лошади очень ласковые животные. Они, ну, очень часто могут как-то поддержать, ну, не говоря при этом». «Я занимаюсь с 2020 года, уже третий год. И с лошадьми я очень давно, уже лет 7. И у нас всегда лагеря, там лошади. Они как будто любят человека, лошади. Ну, могут поддержать. Очень красивое это животное, понимающее». «Ребенок воспитывается возле животного и занимается спортом. Это очень важно. А лошадь – это такое животное, которое очень чувствует эту ласку детей, подходы. И я думаю, что от этого вот такая огромная польза. Вот на Кобринщине у нас 16 в агропромышленном комплексе, в нашем профсоюзе 16 спортивных школ разных профилей. Три из них, он на спортивные. Сегодня все три находятся на Брящине. Это здесь, в Кобрине, вторая школа у нас, в Остромельчево, школа конная. И в Белорусской Ниве, или в хозяйстве Столинского района. Конечно, сегодня они все требуют какого-то внимания, вложения, и мы будем продолжим эту работу. И, конечно, сделали так, как хотели сделать, так, как нужно сделать. Не надо мрамора, не надо лоска, блеска. Здесь доступно, здесь соблюдены требования техники безопасности, охраны труда детей, потому что это очень важно тоже». «У нас не одна спортивная школа, у нас их три школы в Кобрине. Но это изюминка, я считаю, не только Кобричин, да и в целом Брещин. Потому что конно-спортивная школа, не так их много. Поэтому для Кобричин это знаковое событие. И мы будем ежегодно поддерживать нашу спортивную школу, конную именно. Конечно, благодаря где-то спонсорам, где-то в бюджете будем закладывать деньги. Потому что это не только достижение, это прежде всего, когда дети имеют желание и тянутся к животным, а животные к детям. Детско-юношеская спортивная школа в Родонежском создана 18 лет назад. История сравнительно небольшая по времени, но достойная по результативному участию в соревнованиях областного и республиканского уровней. В свое время даже международные на ее базе ходили. Взращивали здесь и мастеров спорта. Были неодноразовые передачи спортсменов, а высшее звено. Два воспитанника школы преподают конный спорт в Бресте, в детско-юношеской спортивной школе. У нас три группы. Один тренер и 23 ребенка, спортсмена учащихся. У нас 16 спортивных лошадей. И 12 лошадей у нас как бы в табуне, которые непригодны для занятий спортом. Но интересны тем, кто приезжает на экскурсии. Потому что многие приезжают на платное катание, и им интересно пройти именно вот этих лошадей, посмотреть и погладить. Именно которых с тобой нет. И то, что сделало здесь хозяйство, я очень благодарен руководителю этого хозяйства, Владиславу Павловичу. Это энтузиаст. Но это большие инвестиции в будущее. Все, что вкладывается в развитие детского спорта, физкультуры, это огромнейшие инвестиции в будущее. И их никакими деньгами не оценишь. Потому что детки заняты, они уже ничем не будут заниматься, оторвутся от телефонов, смартфонов и прочего другого. У них есть занятия, это очень важно. И чем больше мы будем вот этого делать, это хороший такой задор для детей, что они любят, они едут сюда. Мы и предыдущие годы здесь поддерживали ремонт. И ежегодно, что требуется здесь для обслуживания. Ну, мы кормим. Вот это наша основная обязанность. Мы кормим животных, смотрят, а уже смотрят за ними школа. Поэтому хлопотно, оно все сегодня хлопотно и недешево. Но это сегодня плюс и для нас, и для страны, и для... Который, как я говорил, соединяет какие-то, наверное, душевные чувства. Потому что уметь животным управлять, как спортивным снарядом, наверное, дорогого стоит. Поэтому сегодня приятно на это смотреть. Ну, и поддерживаю. У нас есть такая возможность, раз она у нас, как говорится, и шла. Поэтому мы стараемся, чтобы все получалось. Счастье, радость. Морально легче становится, когда приезжаешь. Ты вместе с животными контактируешь, тебе становится легче. Как-то все твои проблемы резко уходят, и наслаждение получаешь. Отвлекаешься от учебы, работы, каких-то других занятий. Конечно, морально-физически, благодаря этому спорту отдыхаешь, в то же время держишь себя в форме, занимаешься. Здоровье важно. Безукоризненный внешний вид. Начищенные до блеска сапоги, белые бриджи, перчатки, оттюженный редингот, сюртов, атрибуты, верховые езды. Все стильно и элегантно. Но за этим большая работа, потому что любить лошадей – это не значит, что нравится сидеть в седле, тянуть поводья. Это в первую очередь значит почувствовать внутренний мир животного, найти с ним понимание, общий язык. Да-да, общий язык. И вот тогда получается захватывающее зрелище, от которого загораются у зрителей глаза. Музыка 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 Музыка